МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. О реализации инициатив населения и грантовой поддержки проектов глава Самары Елена Лапушкина встретилась с председателями и активистами территориального общественного самоуправления. Телефонные мошенники используют новая схема обмана потенциальных жертв. В последнее время они начали менять номера на международные. Госдума приняла закон о контроле за соблюдением норм русского языка. Согласно документу, при использовании русского языка в качестве государственного запрещается употребление иностранных слов. Согласно приметам, весна в этом году будет раннее. Как к ней готовятся самарцы? Футболисты крыльев Советов завершили тренировочные сборы двумя контрольными матчами. Теперь самарцы сыграют через неделю на своем стадионе в Кубке России. Очередной гуманитарный груз в 20 тонн отправили на территорию Донбасса собрать продукты питания, товары первой необходимости и одежду помогли жители региона и города. Отправку груза, который разместили в трамвай на троллейбусном управлении на Мичурино, проконтролировали глава Самары Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Многие жители для отправки привозят именные и адресные посылки. Тему продолжит Ольга Павлова. Продукты питания, товары первой необходимости, одежды, инструменты, тенты, палатки. Гуманитарку собирают, учитывая погодные условия в зоне проведения специальной военной операции. Для обогрева и приготовления пищи бойцам отправляют блиндажные свечи. Отдельная часть груза – лекарственные препараты, влажные салфетки, спички долгого горения. При сборе гуманитарной помощи особое внимание уделяет условиям жизнеобеспечения в зоне СВО. Первую фуру на Донбасс из пункта сбора, организованного на территории трамвайно-троллейбусного управления, отправили перед Новым годом. Сейчас наши ребята с нетерпением ждут 23 февраля и надеются вновь получить весточку от родных и близких. Кроме продуктов, в зону СВО нередко привозят послания от самых маленьких жителей региона и города, в которых школьники желают нашим бойцам здоровья и скорейшей победы. Поддержку и помощь военнослужащим, членам их семей оказывает и администрация города. Есть адресные посылки, которые собрали родители. И хочется сказать, чтобы родители были совершенно спокойны, что это дойдет все до адресаты. Хочется, чтобы ребята к 23 февраля получили все наши подарки. Мы за них переживаем, мы за них болеем. Мы желаем им победы, желаем здоровья. Конечно, скорейшего возвращения домой из победы. География посылок огромная. Гуманитарный груз собирают не только самарцы. В числе городов, желающих помочь, защитникам Донбасса, Ульяновск, Новокубишевск, Чапаевск, Отрадный и практически все муниципальные районы нашего региона. Чтобы могли чувствовать себя комфортно. Дополнительно еще добавлю, что у нас есть контакты с родственниками мобилизованных. Нам присылают им тоже небольшие посылки личные и все тоже самое доставляют. Посылки для отправки в зону СВО присылают предприятия, муниципальные службы, средства массовой информации. Неравнодушные граждане делают все для того, чтобы наши бойцы почувствовали тепло. Ведь именно оно придает смысл каждой минуте жизни. Особенно жизни вдали от родного дома, на передовой. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самарской области пройдет марафон в поддержку участников спецоперации. В преддверии Дня защитника Отечества общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию» в рамках проекта «Все для победы» объявил сбор для бойцов, которые сегодня защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Акцию поддержали известные артисты и актеры. В частности, к ней присоединился лидер группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев. В воскресенье 19 февраля 2023 года на одном из губернских телеканалов пройдет марафон, посвященный акции «Все для победы». Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть в том числе в паблике администрации Самары ВКонтакте. Начало 18 часов. О реализации инициатив населения в существующих мерах поддержки. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с председателями и активистами территориального общественного самоуправления. Представители ТОС обозначили свои проекты, в числе которых активная работа по поддержке защитников Донбасса. Как можно получить финансирование на реализацию собственных инициатив, узнали наши корреспонденты. Помощь военнослужащим, выполняющим свой боевой долг в зоне СВО, благоустройство дворов, организация семинаров по решению социальных вопросов для жителей города. И это далеко не весь перечень инициатив, с которыми выступают активисты территориального общественного самоуправления. Что нужно сделать для того, чтобы проекты заметили и профинансировали, представителям ТОС рассказывает глава города Елена Лапушкина. Подкрепить материальную базу помогает участие в федеральных, региональных и городских проектах. Среди них формирование комфортной городской среды, содействие «Твой конструктор двора». Также получить поддержку можно, отправив проект на конкурс фонда президентских грантов. С момента создания фонда в 2017 году было проведено 15 конкурсов по всей России, в рамках которых 90 проектов от 38 самарских ТОС прошли предварительный отбор. Гранты получили 11 проектов от 8 ТОС на общую сумму более 10 миллионов рублей. Поддерживают инициативные и активные ТОСы и на местном уровне. Так с 2021 года Ассоциацией Совет муниципальных образований Самарской области, председателем которой является глава города Елена Лапушкина, проводится собственный конкурс проектов ТОС по шести номинациям. Победителям в каждой из номинаций выплачивают по 50 тысяч рублей. Число заявок на выделение финансирования по поддержке местных инициатив ежегодно растет. С началом специальной военной операции активисты ТОС включились в работу по поддержке военнослужащих. На базе организации для наших бойцов изгодавливают блиндажные свечи балаклавы, занимаются пошивом маскировочных сетей. Вязали носки, вязали теплые пояса, вязали шапки и рукавицы, шили нижнее белье, приносили сладости, шили балаклавы. Военная операция – это очень тяжело, очень сложно, но из-за этого у нас образовался новый актив. Как работает ТОСа по поддержке защитников Донбасса, глава города увидела, посетив территориальное общественное самоуправление Октябрьского, Кировского и Куйбышевского районов. И несмотря на то, что со стороны Министерства обороны военные обеспечены всем необходимым, желание поддержать ребят, даже если в СВО не участвуют родные или близкие, вполне объяснимо, отметила глава города. Вы без каких-либо просьб, без каких-либо поручений включились в работу и в поддержку инициатив по поддержке наших ребят, которые находятся в зоне СВО. Вы взяли на себя координацию большого количества жителей. По собственной инициативе ТОСам оказывают помощь и объекты потребительского рынка. И для меня было важно узнать, какая помощь необходима для того, чтобы эта деятельность продолжилась и чтобы эта деятельность развивалась. По пожеланиям активистов ТОС администрация города оказала помощь с выделением помещений, приобретением необходимого оборудования и расходных материалов. Вместе с городской думой был запущен проект, в рамках которого ребята пишут письма и открытки, помогает взрослым в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей. Ну и безусловно другие проекты, которые реализуются на территории города, крайне интересны. Мы в дальнейшем готовы оказывать и помощь, и делиться опытом. Только вы скажите, что вам надо. Активно работают ТОСы с населением городского округа Самара. Устраивают праздники дворов, субботники, семинары по развитию территорий. Нередко жители просят проконсультировать их по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, рассказать, как устроена и работает система ГИС ЖКХ. Большинство этих ресурсов функционирует через интернет, и быстро освоить эти платформы удается не всем. Как правило, трудности испытывают люди преклонного возраста. Так родилась наша первая идея. А почему бы массово не научить жителей базовому законованию в сфере ЖКХ, объяснить, как организовывается работа Совета квартирного дома и как это увязывается в современной цифровой среде. Стоит отметить, что в столице региона организовано обучение председателей ТОС при подготовке проектов на конкурс президентских грантов. В настоящий момент обучения проходит более 60 человек из состава председателей и членов территориального общественного самоуправления. Особое внимание как новому направлению уделяется формированию заявок на конкурс президентского фонда культурных инициатив. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События. В Самаре из-за строительства станции метротеатральная будет изменена схема движения транспорта, включая общественной. Для переустройства трамвайной линии в центре города после полуночи 23 февраля и почти до 12 ночи 25 февраля на пересечении Галактионовской и Красноармейской будет закрыто движение трамваев по улице Красноармейской на участке от Арцебушевской до Фрунзе в оба направления. В этот период трамваи будут курсировать согласно графику, указанному на экране. Движение автомобилей по Галактионовской от Льва Толстого в направлению Красноармейской будет запрещено, а по улице Красноармейской от Чапаевской в сторону Самарской ограничено. Водители смогут объехать перекресток улицы Красноармейской и Галактионовской с правым поворотом на улицу Галактионовскую в сторону Льва Толстого, далее по улице Льва Толстого до улицы Самарской в направлении Красноармейской. Таким же маршрутам будет следовать автобус 34-й, 3-й, 80-й, 226-й, автобусы маршрута 53 в направлении автостанции «Аврора», будет ехать по улице Галактионовской, улице Льва Толстого, Самарской и далее по своему маршруту. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП Самарский метрополитен сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Самара – молодой город, город студентов. Не у всех студентов есть деньги на такси, а метро, мне кажется, очень доступный вид транспорта. У меня сын студента, и он с удовольствием пользуется метро. В администрации Самары прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем приняли участие представители профильных департаментов и силовых ведомств. Участники обсудили итоги работы в 22-м году и отметили планы на 23-й. Особое внимание уделили мерам по профилактике нарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Отдельно говорили о тех детях, которые воспитываются в детских домах и интернатах. Для них организовали встречи с известными людьми, которые также росли в детских домах, а сейчас занимают руководящие должности. Детям проводят творческие экскурсии в Самарский художественный музей, где они сами пробуют рисовать. А зимой вывозят на тренировки на горнолыжный комплекс. Глава города предложила также привлекать подростков для помощи волонтерским организациям районных ТОСов, где они смогут познакомиться с новыми людьми и вместе с ними освоить новые полезные навыки и умения. ТОСы делились своими практиками, волонтерской деятельностью, помощи СВО. И удивительные совершенно вещи рассказывали. И почему бы нам, этих ребят, не задействовать? Там не требуется ничего сложного, нет ничего опасного. Плести сети маскировочные, делать блиндажные свечи. Их научат, их там обогреют, они будут совершенно точно заняты и будут заниматься благородным, нужным делом. Телефонные мошенники используют новые схемы обмана потенциальных жертв. В последнее время они начали менять номера на международные. По данным операторов связи, больше всего нежелательных звонков поступило россиянам с номеров, использующих коды Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна. При этом злоумышленники стараются использовать иностранные номера, визуально схожие с российскими. Среди наиболее часто блокируемых номера с кодом 423 – Лихтенштейн, маскирующийся под Приморский край, 905 – Турция, якобы мобильная нумерация, 472 – Норвегия, похож на код Белгородской области и так далее. Стоит отметить, что мошенники используют номера малых операторов связи и звонки через мессенджеры. На территории одного из заводов Чапаевский произошел взрыв продукта. Об этом сообщается на официальной странице администрации города. Возгорания и разрушений на месте происшествия нет. По уточненной информации, пострадали три человека, один погиб. Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу в состоянии средней тяжести. О происшествии – оповещены силы и средства постоянной готовности Чапаевска. Ситуация находится под контролем, говорится в сообщении. В Самарской области полицейские пресекли факт фиктивной регистрации иностранцев. Местная жительница за вознаграждение прописала в своем доме более 800 иностранных граждан. Сотрудники полиции установили, что помещения непригодны для проживания такого количества людей. А злоумышленница за свои услуги получила свыше 240 тысяч рублей. Подозреваемая неоднократно предупреждалась с сотрудниками полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства. Но все равно приступил закон. По информации полицейских, женщина официально нетрудоустроена, ранее неоднократно судима за совершение таких же преступлений. По данным сотрудников полиции, в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года, женщина незаконно поставила на миграционный учет 800 иностранцев. По данному факту, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 322 Прим-3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительной работы или лишение свободы на срок до трех лет. А теперь коротко о других событиях этого дня. Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на трассе в Самарской области. Один человек погиб. Еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. Авария произошла в ночь на 17 февраля. Водитель грузового автомобиля МАН, буксируя на жесткой сцепке еще один грузовик МАН, двигался по трассе М5 Урал и на 895-м километре выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН с прицепом. Водитель автомобиля МАН, который буксировал автомобиль, погиб. Пассажир доставлен в медицинское учреждение. По информации полиции, через пять минут из-за предыдущего ДТП на том же месте произошла еще одна авария, в которой столкнулись шесть автомобилей. Среди них грузовики и две «Газели». В результате аварии пострадал водитель одного из грузовых автомобилей. В полиции добавили, что сейчас затора на трассе нет, проезд свободный. Правительство России приняло решение, что с 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами. Эксперимент продлится до конца 2023 года. Для бесплатного проезда по платным трассам владельцам электромобилей нужно купить за 3,5 тысячи рублей или арендовать бесконтактный транспортер ТИПАС. Также понадобятся документы, подтверждающие, что транспортное средство оснащено исключительно электрическим двигателем. Владельцам электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным трассам М1, М3, М4, М11, М12 и ЦКАД, а также по участку М11 с 15 по 58 километр и обходу Одинцова. На западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге и на платных дорогах Псковской области и других региональных трассах такой транспондер работать не будет. При попытке использовать устройство на другой машине с лицевого счета спишут полную стоимость проезда, а сам прибор отключат от акции без возможности повторного участия в ней. В Самаре водитель сбил пенсионерку во время движения задним ходом, а после протащил ее по двору. ДТП произошло в переулке Можайском. Очевидцами стали местные жители. Момент также попал в объектив камеры наружного наблюдения. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего и нашли нарушителя в тот же день. Оказалось, что за рулем авто в тот момент находился 35-летний мужчина. Водитель пояснил, что в тот день двигался задним ходом по внутриквартальному проезду на своем автомобиле и внезапно услышал крики. А когда вышел из авто, увидел женщину и предложил отвезти ее в больницу, но та отказалась. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. В Самарской области фестивальную поляну обновят к юбилейному Грушинскому. Об этом стало известно на совещании по подготовке к проведению фестиваля, который провел губернатор Дмитрий Азаров. Грушинскому фестивалю в этом году 50 лет. Это совершенно уникальное явление культуры, о котором знают далеко за пределами области. На поляне планируется создание гостевых центров у въездов и входов на территорию, обустройство скважины для набора воды и питьевых фонтанчиков. Детская зона, спортплощадка, основные сцены, зоны санузлов и душевые будут обновлены. Помимо этого в планах организация мультиформатного кемпинга с прачечно-душевым блоком и санузлами, а также создание пляжной инфраструктуры. В целом проект подразумевает преобразование территорий в течение пяти лет. Дополнительные «Ласточки» запустят из Самары в Сызрань 23 февраля. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. Так, 23 февраля поезд отправится в 7.10 из Самары и доберется до Сызрань в 8.57. Добраться из областной столицы в Сызрань также можно будет 23, 24, 25 февраля на вечернем поезде. Он стартует в 18.32 и прибудет в Сызрань в 20.13. 23, 24, 25 и 26 февраля транспорт поедет от Сызрани до областной столицы. Время отправки – 9.13. Время прибытия – 11.04. Также на 26 февраля назначаются два рейса. Номер 7143 «Самара», отправление 16.08, Сызрань 1, прибытие 17.46. И номер 7144 «Сызрань 1», отправление 18.07, «Самара», прибытие 19.53. Сотрудники Самарской областной библиотеки начали работу по созданию коллекции цифровых копий уникальных изданий. Они хранятся в фондах отдела редких книг. В перечень вошло более 100 экземпляров, зарегистрированных в реестре книжных памятников. Оцифровка особо ценных изданий проходит в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который входит в структуру нацпроекта «Культура». В этом году создадут более 100 электронных копий книг и журналов 18-го – начала 19-го века на иностранных языках из Усольской библиотеки, которая принадлежала семье графов Орловых и Орловых-Давыдовых, представители которой оставили след в истории России как видные государственные деятели и как крупнейшие благотворители и меценаты. Несколько поколений этого знатного рода собирали книги и журналы преимущественно на французском, немецком, английском, русском языках с 18-го века до начала 20-го. В областной библиотеке уже создано 699 электронных копий редких книг и журналов для передачи в Национальную электронную библиотеку. Книги будут доступны интернет-пользователям. В февраль три часа дня прибавят, в февраль солнце на лето поворотил. Пословиц, связанных с последним зимним месяцем немало. И все они намекают на то, что скоро весна, хотя на календаре еще 17 февраля. Наш корреспондент узнал у горожан, чего они ждут от грядущей весны. Бурно, чтобы все было чисто и красиво, чтобы все расцветало. Конечно, готовимся, настроение хорошее. Ну кто же в Самаре ждет в феврале весну? У нас весна наступит. Это по календарю через две недели. А по факту она наступит когда? После 20 апреля. Все равно весну уже чувствуется, солнышко. Жду весну. Изменится погода, настроение. Перемены могут быть какие-то. В жизни все идет по кругу, чуток по спирали. Да все нормально будет. Хорошая будет весна. Видите, сегодня какая погода хорошая, солнечная. Каждый человек ждет перемен в жизни. Это уже желание называется. Про желание не буду я сейчас рассказывать. Хотелось бы естественные человеческие ценности, мирную жизнь, спокойствие, какой-то порядок, вежливое отношение культурное, уважение друг к другу, ну и взаимная симпатия, чтобы никто нигде не грубил. Эксперты определили города, в которых туристы чаще всего бронируют гостиницы на длинные выходные в конце февраля. 95% оплаченных номеров приходится на Россию. В отелях туристы планируют останавливаться в среднем на 2-3 ночи. За сутки в среднем они платят около 4 тысяч рублей в России и 5,5 тысяч за границей. На первом месте по спросу в ближайшие долгие выходные Санкт-Петербург. Там бронируют отели 22% пользователей. Средняя цена номера 3,5 тысяч рублей в сутки. На Москву приходится около 15% заказов в сутки. В гостинице стоят в среднем около 4 тысяч рублей. Сочи замыкает тройку востребованных направлений. Его доля 5,6%, а средний чек за ночь – 3,7 тысяч рублей. Примерно на таком же уровне находится спрос на отели в Казани. В десятку наиболее популярных городов также вошли Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск. Из заграничных направлений самые востребованные – Белоруссия, Армения, Египет. Футболисты Крыльев-Советов завершили тренировочные сборы двумя контрольными матчами. Теперь самарцы сыграют через неделю на своем стадионе в Кубке России. Женские команды Самарской области не справились с лидерами в своих чемпионатах. А молодые итальятинские хоккеисты уступили в Екатеринбурге. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Крылья-Советов провели заключительные матчи на тренировочных сборах перед возобновлением сезона. Сначала самарцы уступили узбекскому клубу «Невчи». В первом тайме «Крылья» трижды пропустили, а во втором смогли отыграть лишь два мяча. Отличились Солдатенков и Хубулов. Поражение 2-3. А затем самарцы разгромили «Московская торпеда» 3-0. Голами отметились «Горе», «Писарский» и «Цыпченко». Следующий свой матч Крылья-Советов проведут в Самаре 23 февраля. В рамках 1-4 финала Кубка России примут «Московская Динамо». Баскетболистки Самары не смогли навязать борьбу в выездном матче лидеру премьер-лиги УГМК из Екатеринбурга. С первых минут хозяйки устремились вперед и до конца встречи уверенно лидировали. С каждой четвертью лишь укрепляя свое преимущество. 57-94. Поражение Самары, которое занимает 5-е место в турнирной таблице. Голомбалистки «Лады» прервали серию ничейных результатов во втором раунде Суперлиги. Девушки на домашнем паркете уступили лидеру чемпионата ЦСКА. Уже на старте матча гости выдали рывок 5-0 и не подпускали соперниц до финального свистка. Перевернуть игру тольяттинкам так и не получилось. 29-37. Поражение «Лады». Хоккеисты «Авто» из Екатеринбурга и «Ладии» из Тольятти провели второй подряд матч чемпионата МХЛ. Хозяева взяли реванш за поражение в первой встрече. Уже в первом периоде «Авто» трижды поразили ворота соперников. Гости ответили лишь одним точным броском на 40-й минуте. 1-3 – поражение тольяттинцев. «Ладия» уже не имеет шансов попасть в плей-офф. В этом сезоне у команды осталось 4 матча в регулярном чемпионате. Эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации Кировского района рассказывают о новом способе оплаты налогов. С 1 января 2023 года все налоги подлежат уплате единым налоговым платежом на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области. Этот счет применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промо-странице на сайте ФНС России. Изменения в положении Налогового кодекса Российской Федерации, которые вводят Институт единого налогового счета, вступили в силу. Администрация Советского района напоминает, что скоро в Самаре начнутся общественные обсуждения дизайн-проекта в территории претендентов на благоустройство в 2024 году. Горожанам предстоит оценить варианты преображения 20 парков, скверов и бульваров, после чего пройдет народное голосование, где выберут территории для благоустройства. И напоминает, что в прошлом году преобразились сквер Узакса в Красноглинском районе на улице Сергея Лозо, сквер имени Куйбышева, сквер в районе дома 170 по улице Ташкентской, Парк Воронежские озера и Парк Молодежный. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет с днем рождения участника Великой Отечественной войны Василия Алексеевича Литвинова. Сегодня ему исполняется 96 лет. Свой боевой путь Василий Литвинов прошел на Западном фронте. За боевые заслуги и проявленные мужество награжден медалью за отвагу и множеством юбилейных медалей. Телеканал Самар Гиспер соединяется к поздравлениям. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара Гис, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»